Проблематика вопросов разнообразием не отличалась. Большая часть озвученных проблем касались состояния жилых домов и придомовой территории, ремонта дорог и фасадов. Эти выездные все мероприятия у нас, они нацелены только на то, чтобы снять некоторые вопросы, которые бывают, не решаются. Понятно, что в городе Ленинск-Кузнецке здесь существует сильная команда. И иногда те вопросы, которые задают нам, отчасти связанные с благоустройством или жилищно-коммунальным хозяйством в целом, это вопросы те, которые уже, может быть, выходят за рамки компетенции и где-то нужна финансовая помощь. Поэтому мы во всех территориях принимаем участие активное, встречаемся с населением и стараемся помогать не только администрации в этих нерешеных, но и, конечно же, именно тем людям, которые обращаются. Анатолий Штабной представляет интересы жителей 10-го участка. На пересечении улиц Чехова и Витебская находится канализационный колодец в неисправном состоянии. Фотоканал и психиатрическая больница, которые пользуются колодцем, мер не принимают, так как якобы он не числится ни у кого на балансе. Сетей без хозяина по понятию не бывает. Это мы так уже говорили, что мы не есть. Если сети не имеют своего хозяина, значит, их надо будет проводить через КУМИ, ставить в реестр муниципальной собственности, определять подрядчика и ставить на эксплуатацию, уже сфинансировано. Поэтому все эти, все, которые называются без хозяина, они приближат к гуниципальной больнице. С другой проблемой пришли на прием Наталья Муратова и Валентина Токарева. Женщина волнует благоустройство квартала Кемеровского в преддверии Дня Шахтера и восстановление остановки у магазина Дарница. И здесь обещали помочь. Столько домов сейчас новых сдаваться будет. Да вам там обязательно эту остановку сделают около Дарницы. Здесь сейчас будет сдаваться 4 дома, потом еще 7 домов. Люди будут выходить сюда в 21-й школе и садиться на остановку. Туда идет, я вам скажу, 700 тысяч рублей будет закладываться и будет сделано. Я думаю, ну, если успеем Дарья Шахтера сделать, ну, я думаю, в сентябре это все будет сделано. В целом, как отмечает начальник департамента жилищно-коммунального дорожного комплекса Кемеровской области Евгений Курапов, в Ленске-Куднецком нерешенных проблем не бывает. Где не могут справиться своими силами, на помощь приходят областные власти. А в эти дни главная задача подготовка территорий к зимнему сезону.